АЭС ОИ в префектуре Фукуи – единственная из 54 атомных станций Японии, которая действовала после прекращения работы всех энергоблоков летом 2011 года. Эта мера убыточная с точки зрения экономики. Атомные станции обеспечивают 25% энергетических потребностей страны, стало ответом на растущую тревогу общества. После аварии в Фукусиме выяснилось, что подавляющее большинство атомных станций, если случится похожее землетрясение и цунами, могут не устоять. Руководство станции ОИ уверяет, что их объект отвечает всем требованиям, но в нынешних условиях лучше перестраховаться. Гарантия энергетической безопасности, экономическая эффективность, защита экологии – это приоритетные направления правительства. После остановки станции будут проведены необходимые проверки. Я надеюсь, что после подтверждения безопасности мы вновь вернёмся к работе. Однако, когда это может произойти, даже приблизительно здесь загадывать не берутся. Япония остаётся без атомной энергии. И, похоже, это надолго. На этом мониторе в реальном времени транслируется процесс остановки атомных реакторов из контрольного центра. Прекращение работы АЭС ОИ в префектуре Фукуи, как говорят, носит плановый характер. Но по времени это совпало с очередным витком кризиса в Фукусиме. Япония вновь возвращается к нулевому атому. Как долго будет продолжаться режим энергетического голодания, сейчас сказать невозможно. Но очевидно, что повторный запуск атомных электростанций будет напрямую зависеть от того, насколько эффективными окажутся меры по ликвидации последствий аварии на Фукусимской АЭС. Пока же компания-оператор ТЭПКО открыто признаёт, что не контролирует ситуацию после того, как в августе на станции начались масштабные выбросы радиации в грунтовые воды и в океан. При этом некоторые другие станции продолжают представлять потенциальную опасность. Например, АЭС Хамаока на восточном побережье построена прямо на месте тектонического разлома. И в случае сильного землетрясения может стать новым источником радиоактивного загрязнения. Между тем, стихия вновь напомнила о себе. Остановка последнего в Японии атомного реактора совпала с приходом очередного мощного тайфуна. Как раз префектура Фукуи объявлена зоной бедствия. Многие считают, что природные особенности этой страны, частые цунами, землетрясения, тайфуны – это серьёзный аргумент в пользу того, чтобы вообще отказаться от атомной энергии. Сергей Менгажев, Алексей Печко, Восточно-Азиатское бюро вестей, Фукуи, Япония.